Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я занимаюсь темой прав животных с активистами по борьбе за право животных более 10 лет. И за это время я копировал некоторые знания, понимания, хотел бы с вами сегодня поделиться. За последние 10 лет российские охотники, животноводы, звероводы получили к консерциуму проблем, еще одну проблему. Это борьба за право животных. Общественное движение борьбы за право животных объединяет людей с разными точками зрения на взаимоотношение человека-животных. Подвижницы максималистского подхода считают, что необходим полный отказ от гражданства, животноводства, охоты и других способов использования животных для другого человека. Сам термин права животных и освобождение животных, это идея о равноценности и главных потребностей человека и животных. Сторонники поддерживаются разных философских точек зрения, однако все в целом видны в том, что животных нельзя рассматривать как частную собственность и использовав для получения пищи, одежды в индустрии развлечений и научных экспериментах. Некоторые права, например, право на жизнь, право на защиту от естественных повреждений, право на защиту от морального вреда должны быть заключены за животными и юнически, так и не считать. Относиться к защитникам права животных можно по-разному, можно не обращать внимания на их деятельность, можно считать их тайными агентами каких-то транснационных корпораций, которые производят искусственные материалы. Можно их считать просто экстремистами, которые хулиганами с претензией на идеологию. На первый взгляд, на самом деле, легко объяснить появление идеологии за право животных, борьбы за право животных, именно по рисками конкурентов. Хорошо известно, что антимеховые компании первой половины 90-х годов привели к падению спроса на меховые зелья в странах Запада. Идеология право животных, тем не менее, начала дождаться намного раньше. Но пиком можно считать активности, это, наверное, 90-х годов, когда, как говорили очевидцы, лучше было не на улицах крупных городов, в Сапад, лучше было не появляться меховых изделий. То, что могли облить, могли подбежать и вымыть кусок меха, просто оскорбить, и, в общем, как-то так это могло закончиться. Вот уже более 10 лет в России продолжается кампания против весенней охоты. Запрет ее российские активисты право животных воспринимают как принципиальную цель, отправную точку для дальнейшего запрета всех видов охоты. Для борьбы они применяют целый спектр разнообразных средств, от окологических аргументов до способов влияния на массовое сознание при помощи пиар-акции. Акции делают на простые, но эффективные для массового сознания методы. Постреляют листовки с фотографиями и рисунками детенышей животных, которых якобы стреляют охотники, в том числе и весной. Проводят конкурсы студенческих и детских рисунков против охоты и против меха. Устраивают такие, значит, теоретизованные антиохотничьи и антимеховые представления на улицах крупных городов. Обыватели внушают мысль, что охота – это пережиток великого прошлого и нужно от нее отказаться. Охота, а также вероводство, употребление пищи и мяса и другие исходные явления. Современные отечественные противники охоты мало похожи на тех незлагочисленных людей, которые раньше упрекали охотников жестокости и требовали ограничить охоту. То есть, кто помнит, были такие Борис Рябинин, Чертков, Сладков. Была компания в конце 60-х годов по запрету весенних охотников. Была дискуссия, примерно десятки номеров жилого охота на чехолевство того времени. Это 69-й год, 68-й год, 70-й год. Ну, кончилась она, в общем-то, ничем. Практически все литературные источники и интернет-сайты, посвященные правам животных, как правило, содержат раздел «Философия». Содержимое этого раздела правильно называть не «философия», то есть это наука, форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментных принципах, свои методики, а скорее это идеология, то есть совокупность идей, мифов, лозунгов и программных документов. Они не точно, конечно, нужно делать. Делай раз, делай два, делай три. Именно программные документы их включают. Развитие идеологии права животных началось с высказывания британского правоведа Икоса Пагентама, который жил на рубеже 18-19-го икуб. В настоящее время существует два основных «Философии» подхода к вопросу о правах животных. Учебный факт, основанный на идеологической этике. Первый придерживается профессор «Философии» университета Питер Сингер. Второй профессор «Философии» университета Северной Каравины. Вдохновленный идея Бибинтама, актрильский философ Питер Сингер, написал хорошо известную на Западе книгу о соброждении животных, которую можно считать главным идеологическим обоснованием, манифестом борьбы за права животных. По мнению Сингера, не может быть никакого основания для неравенства в рассмотрении главных потребностей существ человеческой и человеческой природы. Вот это основоповладающее утверждение, которое является на сегодняшний момент главным, вообще утверждение, главным лозунгом «Идеология право-живого» и сейчас расист нарушает принцип равенства, вздавая большее значение в качество своей расы. За счет улицев, другой расы. Противник равенства в полох нарушает принцип равенства, то есть сексизм. Сексисты нарушают принцип равенства отдаваем undertaking действия на своего пола. Могичным образом тот, кто проводит дискриминацию по виду, то допускает, что в интерес его вида ставились выше интересы других видов. Но во всех случаях принципils, а именно тот же. То есть появился новый термин под названием специэсизм или по-русски видизм. Происходит у нас слово вид, видовой жеребизм, видизм, 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 то есть это ущербление интересов или прав, ну, можете сами прочитать. Автор этого термина считает Синга, но на самом деле автор этого термина Ричард Райде, который термин впервые предложил в 1770 году. Но в 1775 году только он получил какую-то обласку в связи с тем, что его в своей книге «Собождение животных» применил Петер Сингем. Ну, здесь вот вы можете увидеть саму идею, само толкование термина Райде. «Появление негативно окрашенного термина специэсизма» трудно считать обоснованным. Конечно, такие философы не очень разбираются в биологии. «Бенталм» и «Домершов» вообще в 18-19 веках. Я вообще не понимал, что такое ДНК, что такое генетические критерии вида. Поэтому сейчас такой термин достаточно странный, при том, что его используют на Западе люди, которые называют себе учёными. При этом, например, Риган… Том Риган считается большим радикалом. Когда мы у вас спросили, если вы будете плыть на шлюпке в море, и за порт выпадут собака и ребёнок. Я спросил, что если это будет устный неполноценный ребёнок и очень хорошая собака, то я спасу собаку. Он считает, что взрослые особи животных и взрослые люди абсолютно работают. И считает их субъектами жизни, равноценными самим посвятыми. Они просто изначально, из-за того, что они обладают своими качественниками, испытывают боль, испытывают много страданий, у них в чём-то схожая физиология. Поэтому они абсолютно равноценны. Наиболее кратко идею аренства животных и людей можно охарактеризовать словами «Инглит Мюкель», «Головые дети» – это организация «Люди с зоотичным отношением к животным». Самая известная организация, которая ведёт активную борьбу за права животных, если не ошибаюсь, у них газовой оборот около 40 млн долларов. Основодители животных не отделяют человека от животных. Не существует трансформальной основы, чтобы сказать, что человек имеет специальные права. Крыса, свинья, собака и мальчик, все они млекопитающие, каждый из них осознаёт цены собственной жизни и защищается как умеет. Идея прав животных подвергалась и подвергаются кредитам. Права, не отделимые от обязанностей, а животные не могут осознать ни своих прав, ни своих обязанностей. Не на ходе достаточной поддержки идея равноправия идея животных, логично вытекающая из аргументации Сингера и Риббера. Но при этом мы знаем, что в мире существует множество идей, которые невозможно подвергать к эквентрационным рассуждениям. Идея прав животных, на мой взгляд, это одна из них, одна из таких идей. Население вот моделированного Запада склонно сочувствовать всем, кто депорирует о своей готовности, защищает дикую природу, права различных меньшинств. Идеология прав животных получила свою своеобразную, довольно устойчивую историческую нишу в массовом сознании. Сингера и Дигана нельзя назвать радикалами и корречными глазами, но их идеи попали в широкие массы, были упрощены и восприняты как манифест руководства действия. То есть и Риган, и Сингер, на самом деле, если читать их статьи и книги, они не являются такими уж радикалными, они скорее ставят вопросы, чем отвечают на них. То есть они говорят, что вот, а нельзя ли нам вести животных в такое моральное поле человека? Ну, у них есть такие хорошие для пропаганды выражения, как вот те, которые вы можете увидеть на экране, которые, именно попадая в массовое сознание, воспринимаются просто как инструкция по сборке в небе. Вот так и все. Я уверен, что мало кто из активистов борьбы за природу вообще читал книги или статьи. Но вот какие-то основные лозунги, это все было воспринимано. Уравнивание прав людей и животных, хотя и представляется более смешной пародией на национальное судное движение, находится у сторонников и членов отдела радикальных молодежных группировок. Экстремистские группы освободителей животных увлечены анархистскими идеями. Активисты протестуют против всего до такой степени, что они не едят мясо и не носят одежду из кожи и меха. Они, принципиально, ходят в кедрах, не в кожных куртках, а в синтетических. Я таких видел и в Москве. Ну, в общем, на вид это обычные анархисты с фантовской прической. Зеленые анархисты активно участвуют в акциях против охоты и меха, так как считают их буржуазной роскошью и пережитком прошлом, каким-то таким кладеоистократизмом, из которого можно обойтись. В целом, общественное движение борьбы за право животных неоднородно. Приверженцы максималистского подхода считают, что необходим полный отказ от охоты, звероводства и животноводства. Максималисты постоянно сравнивают охотников с серийными убийцами, и меховщиков с нацистами, которые изготавливали из кожи узиков концлагемии перчатки и абажуры. Объектом нападок стали ученые, использующие свои деятельности подопытных животных и сравнивают с нацистскими учеными, которые ставили опыт аналитов. Умиренные сторонники прав животных требуют уведения обеспеченных ограничений охоты и звероводства животноводства. Есть термин «нам нужны большие клетки», то есть животные должны содержаться на зоопарках или на веро-термо-почек клетках. В выражении ригана нам нужны не большие клетки, а нам нужны пустые клетки. Существует такое ошибочное выражение. Я много раз слышал, я хотела, что, например, Геннепир запретил пользоваться капканами многозахватывающими, то есть защитников пароживотных могут называть зелеными, но единственное интересное выражение – темный зелёный. То есть это сконцентрированный максимально зелёный цвет. Организация, направленная на победительстве которых защита животных и обеспеченной обращающей среды. Представим эту таблицу. То есть это Геннепир зелеными, ВВФ и Фонд защиты животных. Эти организации действительно заняты именно защитой животных и сохранением биологического разнообразия, сохранения самой среды обитания животных. На этом слайде вы видите организации, которые занимаются именно борьбой за права животных. Они расположены сверху вниз по уровню адекватности. То есть чем ниже, тем адекватности не падает. В Киевский эколого-культурный центр. Глава Лаварейка приезжал в Москву, устраивали там дискуссионный вечер в 2004 году по запрету весенней охоты. То есть хотели её запретить. Я там был. В общем, закончилось это решение. Вторая – это люди за вещественное обращение животных. Организация – это международная. У нас в России, в Москве существуют какие-то, особо не афишируют себя. То есть те сочинения представляют. Но фактически это российское общественство детства. Ну и кроме того ещё есть социальные группы. То есть есть организации зарегистрированные, имеющие уставы свои и всё такое. А есть просто социальные группы, аэтические вегетарианцы и вегетарианы, которые медитируют за вегетарианское питание, за максималистские вегетарианские питания. То есть мы с вегетарианцами всегда называемые люди, которые ели при этом яйца, ели рыбу, ели молочные продукты. Даже были вегетарианцы, которые говорили, что мы едим только вегетарианцы, но ели только белое мясо. Вот красное место не есть, да, при этом мы называемые вегетарианцы. Самая антиозная такая, это практически революционная организация, теоретическая, это Regional Regulation Front, Продисопрождение Желоза. Ещё существует такая революция этого организации. Вегетарианцы вегетарианцы не доместированы, это группа людей, которые всегда называют фронтом собрания животных, и ещё с подтверждением милиции за право животных. У нас они действуют в стране. Сейчас не очень видны деятельства, то есть они сейчас не афишируют, что их подполье, скажем так. Вот так они известны тем, что выпускали из клеток животных на зверофермах, в Салтыковке выпускали. Очень у них массовый получился выпуск животных в Ленинградской области, там они выпустили, Верховестный пионер, там они выпустили, если не ошибаюсь, около 4000 мурак. То есть большинство людей просто погибло. Ну и существуют такие тусовочные организации, зонархисты, вегетарианцы. Я в Москве увидел их воочию, что представляют. Ну, люди ходят, тусуются. Вот здесь, на этом слайде можно увидеть плакат, если не ошибаюсь, весна этого года. На этом плакате содержание животных в клетках, в общем, приравнено к содержанию, по иллюстрациям. Видите, в одну снимку в концлагере содержали евреев. Эти плакаты вызвали большой скандал в Адрайне, потому что там люди не оценили такого сравнения. Всего с животным. Вот здесь мы видим обычную акцию. Встают люди довольно хорошо одетые, молодежные, молодежные группы с плакатом. Ну, здесь видите, насколько много не может быть доброты, то есть за охоту по зимней тропе, прикладом поможки. Такие плакаты, переструкки. Ну, видите, такие люди, не похожие, в общем-то, на хулиганов. Худые, все небольшие по размеру, то есть, как ни под конец смотрел, такие, в общем, по-хипстерски одеты бывают. Вот здесь вы видите плакат как раз по освобождению животных, то есть, пинком забивают дверь, ее полносят в кроликов из какой-то фермы, где одежда как подопытных животных. Это эмблема освобождения животных, то есть, вы видите, что кулак человека, собачья лапа. И здесь акция активистов около гостиницы Охотника, около Росохотребового союза, это было во время проведения конгресса голодовых ответов в 19-м году. То есть, у них какую-нибудь сценку разыграли в распространении, где принят новый закон об охоте. То есть, вот этот человек в черной футболке, это был охотник, ему панда, это ВВФ, панда, значит, ему выписывают какое-то разрешение, и он ходит, стреляет в животных, которых имитируют эти девочки одеты. Ну и здесь мы видим в одну из стран Западной Европы, на улице такая вот акция. То есть, активистки раздетые бежат в ванночках, которые имитируют полистирольные ванночки, в которых продается мясо, и написано «Чечерское мясо», «Съешь меня», что такое. Честно говоря, я на них вот посмотрел там, что-то на снимке меня можно разбереть, я подошел туда посмотреть, вот такие, непонятно, то есть, у них вот не было необходимого такого трагизма, то есть, это все время было весело, такое тусовочное, то есть, человек радостно бегал и их расстрелил, тут бюджетные пистолеты, это охотник, эти активистки лежали, хохотали ногами, прыгали, в общем, не понял, я тут все, кто тут был тренинг в ситуации. Отечественные защитники право животных поддерживали влиянию восточного религиозного местицизма и различных религиозных верований. Цельевая аудитория, на которую направлена пропаганда про животных, отличается от Запада и имеет свои специфики. Население России не потеряла связи с земелью, и горожане, в обществе своем. Это недавно переехавший в город сельский рейтинг, например, в районе Киров был город с арктическим селением, и сейчас, мы не помним, это все люди, приехавшие из деревьев. Холодный климат не способствует отказывать от меха и полноценного питания, белковой пищи животных происхождений. Призывы отказаться в городном острове находят отклик в массовом сознании России, но в России традиционно находят отклик и призывы от хреньа защищать кровь. Здесь мы ждем акцию в Петербурге, тоже против охоты. в Петербурге, вот такая окроваленная обнаженная активистка лежит такой агрегат странный, с фольги сделанный, символизирующий капкан. Вот здесь мы видим, в Москву приехали две гражданки США, активистки с плакатами, но видя, что в холодную погоду у них просто мимо проходят, мало о них обращают внимание, то есть призыв носить, как тут написано, голову и кожу до наших людей вряд ли дойдет, если не ошибаюсь, они несколько минут побыли и ушли. Вот так же в Петербурге одно себе типичная акция, то есть ввешиваются мехами, берут в руки тушки животных окровавленные и на улицах городов устраивают такие. То есть тут, я бы сказал, все вместе тут обнаженные женщины, кровь, разговоры про убийства, меха, то есть на некоторых и действиях это должно действовать. Известно, что главными факторами, которые действуют на природе на животных, являются вовсе не охота или звероводство, или животноводство. Главное, фактор, это, конечно же, химическая промышленность, транспорт и деятельность человека вообще в целом. из-за распашки земли, из-за телезинных водоемов погибают миллионы животных, которые, в общем-то, не интересуют защитников животных вообще. В глазах обывателя только охота непосредственно направлена на использование животных, птицами, капитающих. Согласно словарю церковическому определению, имею в виду неопределения, которое в корне неправильно, которое почему-то находится в законе об охоте охоты, это поиски и преследования зверей и птиц с целью зобычи или истребления. Несмотря на то, что всем известно, что рациональное охотничье хозяйство правильная охота не только не уменьшает, но и увеличивает популяцию животных, именно охотники оказываются под прицелом критики первых. Потому что обыватель долго не думает. Если не стало животных, означает, что их перебили охотники. За то время, пока идет борьба по поведению охотников, уже у нас лес испилили. Огромное количество стопов, у которых исчезло. Изменилось течение речи, изменилось состава воды. То есть на месте вырубок такое происходит маленькость этими местами, но это мало кого интересует. То есть объявление, например, продают деревянные срубы, оно мало кого интересует. А на самом деле тут гораздо больше вреда. охота охота как явление вообще противоречит концепции прав животных. Если принимают за истину выводы Ригана Сингера других философов, охотиться на животных все равно, что охотиться на представителей других рас, национальности, или даже представителей другого пола. Ведь животные это, по их выражению, другие народы. В этом заключаются практически неразрешимые конфликты между философией, точнее идеологией прав животных и охотой. Основополагающая идея от охотников звучит так. Интересами животных нельзя пронебрегать или жертвовать только для того, чтобы человек получил для этого какой-то поступок. Благополучие, популяция кучи животных это не обмен. Я не знаю, когда он будет оберудоваться, он только так ведет. Нам нужны не большие клетки, нам нужны пустые клетки. Нужно освободить всех животных от ситуации человека вообще. Поэтому Ригана и его единомышленников устроят только поиск животных без цели и добычи, охоты с фотоаппаратом то, что еще могут согласиться. Как было сказано выше, движение борьбы за права животных объединяет людей с разными точками зрения. С максималистами практически невозможно вести конструктивные разговоры. Умеренные эти охотники признали возможность промысловой охоты которые приемлют спортивную охоту. Называют спортивную охоту и значением чеческой психики, и показателем глупости, и в общем какие-то фрагистские термины при этом сыплют. В общем охота для максималистов вообще не ведется никак. Те, кто еще более-менее способен как-то вести беседу, еще можно о чем-то поговорить, но в основном с ними говорить нам не о чем. При этом организация, которая степлирует на всех этих идеях от защития животных живут неплохо. Вот здесь мы видим офис петы, то есть здание размером с торгового центра, наверное, с суммой размера, годовой оборот десятки миллионов долларов, где-то цифру 200 миллионов долларов, если брать во внимание все представительства. вот здесь мы видим главу петы Инкин Юкерк с актером Булуином. Потому что петы часто очень предлагают известным актерам, особенно женщинам, актрисам и моделям, и певицам, конечно же, участвовать в компании, фотографироваться под надписями лучших они голыми, чем в верхах, и все такое. Это, конечно, взаимовыгодная реклама, но, как правило, проходят это быстро, то есть кто-нибудь фотографируется голые на плакате, которые плакаты известят по городу, лучших они голые, чем в верхах, и через год-два эти же люди опять фотографируются в верхах, каким-то чем не бывало, участвуют в показах мод, то есть организация по защите брак животных. Ну вот как раз с организацией с пятой произошел такой скандал. В одном из городов нашли мешки, набитые собачьими трупами. Оказалось, что эта организация имеет приюты для своих животных, и животных они берут, передерживают какое-то небольшое хозяин находится, животное получает свою первую лекцию, соответственно утифизируется, то есть заодно сидят и видят что-то другие народы, окончаются перелико. Здесь мы видим приют, где лежат умершие кошки. В целом по подсчетам активистов, которые в свою очередь противостоят этой организации Пети, всего за действительность не ошибаюсь этой организации убил инъекциями больше 30 тысяч животных. То есть на деле говорят, что вообще нельзя животных строить. Это, знаете, все, что собрать бездомных людей, передержать их месяц, а потом усыпить их инъекцией. То есть если принимать во внимание основополагающие убеждения, то так и не получается. Здесь мы делаем детский учебник по природовидению 4-го класса, российский. Вот задачка – подумайте, какие экологические проблемы с теплой зоной выражены этими знаками. Партически во всех зонах природных – одна из проблем указанных где являются охотники проблемами. То есть антиохотничьи проблемы, антиохотничьи призывы уже забираются понемногу и нам. Но в целом я хочу сказать, что активность российских активистов, защитников права права животных является невысокой и испытывает колебания пиков, наверное, можно считать, 2007 год, когда они проводили много акций детализованных. Если в интернете поискать акции за права животных, туда их много, но в дан нынешнее время, на сегодняшний день, их не так велико. Наверное, это несколько сотен человек, это, как правило, группы небольших активистов города, в том числе, активистов активистов города, есть, устраиваются недавно, в ноябре не ошибаюсь, в октябре, там все против меха. Людей это не очень привлекает. В целом, идеология правоживотных потенциозная и противоречивая. даже, ее поверхностная критика заставляет усомниться в ее правильности. Эти охотники продолжают активно влиять на общественное мнение. В настоящее время в России существуют целые организации, ведущие охоту по инспекции охотников, и они добиваются ограничений и запретов. Если посмотреть результаты, например, обсуждения проблем весенней охоты в общественной палате, то, в общем, понемногу они стараются нам весеннюю охоту закрыть. Вот сколько я ознакомился с перепиской личной, давайте сначала хотим весеннюю охоту закрыть, а потом и до осенней, про осеннюю поговорим. Они сейчас говорят, что в лесу нельзя охотиться, потому что животные летают, ослабленный сезон размножения, летом тоже нельзя, потому что осенью молодые птицы готовятся улететь, набирают силы, а потом уже и зима, а зимой животным тоже тяжело, незачем охотиться. с максималистами радикалами, которые подпиливают охотничьи вышки, разливают в ритреин магазинов, можно и нужно спорить, но в целом профилактика такого рода нарушения, это дело полиции. Поэтому в настоящее время наверное можно порекомендовать общественным организациям, охотничьим, задачей которых оставить идеи с охотников, заниматься сбором информации о деятельности всех этих групп активистов, активистов борьбы за права животных, критикой, критикой идеологии, разъяснительной работой среди населения и заниматься пропагандой правильного охотника. Если есть вопросы, пожалуйста. Вы могли бы вкратце осветить дело европейского государства в связи с антиракольфовичами действиями, когда, борясь с элисами, они становились коллеги струков. Таких тонкостей я не знаком, но там не только ограничилось просто становиться на месте стрелков, и как-то так. В том числе вот эти группы активистов подкарауливали верхних охотников, и просто сбивали их с лошадей, подбегали и били палками. Одной женщине-охотницей, например, нанесли черепную травму серьезно. Но там тоже люди на месте не стояли никогда. Например, один раз защитники право животных легли где-то на трассу, не пускали охотников какое-то место охотиться. Одного из них переехали. случайно вы переехали. И в целом они в Великобритании стрелок добились, охота анализ запрещена, или это очень ограничено, ведется, может это тоже это может все в частном уходе, точно мы знать не можем. Но в Великобритании не очень сильно. Ну там европейский суд, говоря о том, что реализуя свое ображение своего мнения, не надо забывать, что есть меры противодействия легальной законной деятельности. А европейский суд признал, что охотничья деятельность легальная незаконность. То есть мешает другим охотиться ни в праве никто. Теперь поражение собственного мнения антиохотничества. В газету напишите, демонстрации не проводите, а есть выстрелы защищая лесу совсем незаконно. Примерно так. Это самый способ в случае проявления таких операций, если где-то появится, самим охотником подавать суды на таких радикальных зарядах. протеста. У нас их пока не так много, но ведут они себя бывают достаточно глупо. Например, благовещенские активисты Вячеслава Переписку советовали, например, это в том месте, где каждую весну загорается охотники и заповедники выгорают. Там очень сухая весна. Советовали приходить с ракетницами на полях, где охотники сидят, и при появлении птичьих стая стрелять вверх из ракетниц отпугивания. И там используют какие-то трещотки, сирены, что-то вот такое. Но тут, видите, у защитников правожелобных у них четкое понятие. Они говорят, что охота легально реализировалась. Когда-то легально ему было и рабство было. Поэтому они считают, что они освобождают эти какие-то новые народы. А так как это в основном молодежь, люди, которые очень сильно задержались на стадии развития молодежи, максималисты по своему характеру, по своим обсуждениям, то их рациональными довольно очень тяжелые. А с чем вы все-таки связываете? Приносять объективно посмотреть на все события, сейчас антиохотничье движение намного более сильное, чем поддержку охоты. не мы не можем увидеть по той же рекламе, что занятие охоты, благородное занятие, по и с тем, наши охотники достаточно не только ленивы, эти охотничьи организации. Но они привыкли, что это наше всё. Они не понимают, что уже мы жили в другой среде. Исчезает с красным этапом это сельское население, и народ перемещается в города. Вырастает асфальтное покорение, для которого охота. Вообще вещь какая-то сошлась. Они приезжают в деревню, приезжают в угодье, уже это для них всё чужое. И они более, вот это покорение асфальтовое, оно более отзывчиво на вот такую антиохотничью рекламу. Это уже то, что им может быть интересным. То есть они уже не понимают, что такое животное. Я вот удивляюсь всегда, когда смотрю сайты, точнее говоря, животное, какое-то патологическое древучие, невежество какое-то. Я не знаю, как бы более крупосновок будет не сказать. Потому что эти люди удивительно глупые вообще. То есть они не знают, что такое животное. Они их даже не различают. У них вот огромное количество плакатов, ещё чего. Назвок неправильно. Ну как можно, вот на сайте Беты висит плакат, уже на 10 лет, горностая в белом зимнем мехе, попался капкан и подпись в линк. Потом сурки на плакате или на листовке написано «Харьки». И они, читающие переписку, они вообще не понимают, что такое животное. Среди них нет ни одного биолога вообще. Хотелось вот внести дополнение. Постоянно работаю с экологическими организациями вот такого характера. На самом деле, вот здесь вы загружаетесь довольно сильно. По одной маленькой причине. Вот эта подавляющая масса, которая сейчас есть, да, они глупо не спорят. Но люди, сидящие, допустим, в Москве, которые ведут постоянно лекции, на которых каждый имеет спокойный возможность принять участие, допустим, да, там, честно говоря, посидел на этих лекциях, там настолько логично излагают, что специалисты, вот, я вот понимаю, чем они говорят, я понимаю, что это другая, грубо говоря. Другой человек посидит, он не поймет, что это такое. Но довольно-таки убедительно, как бы, логически обосновывать своё мнение. Там и от ВВФ они приглашают, вот, допустим, наша эрка, которая здесь вот сейчас распространяется, так сказать, они вот от ВВФ постоянно специалистов тех же приглашают, там, Эври Копт, с МГУ специалистов приглашают. Пожалуйста. То есть, они просвещают народ, грубо говоря. Поэтому я говорю, вот, вы зря думаете, что они настолько глупы и невежественны, потому что нельзя недооценивать противника в данном случае. Я его не заоцениваю. Я переоцениваю, возможно, наших охотников. Наши охотники слишком расслаблены в этом плане. То есть, видите, вот эти все организации, которые такие зеленеющие, зеленые, идущие пропаганды, они же не на пустой месте появились. Это чьи-то представительства. Приезжают эмиссары с деньгами, нанимают несколько человека. Знаете, когда у человека есть идея, подкрепленная уверенной зарплатой, он вечен. А куда вот наши охотники смотрят? В плане, куда они из всех целей охотников, которые когда-то выглядят. Да вообще, сейчас общество охотники превратилось в какую-то контору, типа земельную, куда приходишь, налог заплатить. Все. А там нету, конечно. Видите, они в Москве, наверное, сильны. Но в Кирове они чаще всего были смеха человеку. Просто относительно того, что в Кирове сейчас мы наблюдаем, здесь организации как таковая чаще всего работают, как оказалось, в основном на бюджетных началах, на самом деле. Ни копейки не плачены. Кстати, да. А кто будет спонсором пропагандистской деятельности анти-зелёной? Я думаю, что по принципу, кто имеет, кто-то истережёт. То есть, если у нас есть люди, собирающиеся с охотников какую-то тайну, какие-то тысячи рублей, взносов, то они должны это всё оплачать. Было бы странно, если бы какое-нибудь общество историков этим занималось, или общество спасения на водах, конечно же, это дело охотников. А террористами должны заниматься и те, кто ими занимается по долгую службу. Например, кстати, вот Альф исчез у нас, особые упоминания в СМИ вообще, после того, как его американцы занесли в список террористических организаций. Их после этого, 10 сентября, взялись за всех, и, как говорится, эти попали под раздачу. Вопрос немножко отклонюсь от намечения беседы. На слайдах была показана рабочая сетра, школьная, по природовидению, наверное, где изображено в руке. Да, это учебник по природовидению, где есть этот вопрос. Да, учебник. К тому же, читая вашу книгу, 2002 года выпуска, по-моему, «Иллюзия прав животных» она называется. Возвращение природы, иллюзия прав животных. Если делать выжимку, как я ее понял, там говорится о том, ну, не безосновательно, с кучей всяких ссылок, что, если человек в ходе своего индивидуального развития, то есть молодой человек, не служит в своем подсознании, то есть в подсознании не будет заполнено нормальной объективной информацией о том, как устроены биологические процессы, то есть, грубо говоря, если человек до 15 или 16-14 лет даже не будет представлять о том, что кролика нужно забить, там, освежевать, снять шкурку с него, прежде чем он попадет на стол, а будет воспринимать мясо, ну, как мороженое, покупаемое в магазине, то возникает такая некая психическая инфантильность, то есть отсталость. Итогом ее становится приравнивание охоты продуктийственной, войне, там убийство животного, убийство человека, вот, и, кроме того, такой ассоциативный ряд у них выстраивается, ну, если правильно я выразился, чем животное больше похоже на человека внешне, то есть панды, обезьянки, тем больше симпатий и осторожность с их стороны все это вызывает, то есть никто не будет с их стороны защищать какую-нибудь там многоножку, пусть она там сто раз краснокнижная, просто она не похожа на человека, и поэтому... Ну, она неинтересна. Мы вот сейчас приезжали в Австралию, лидеры, с каких у нее животных все фотографировались, конечно же, с каллы, можно было не сомневаться, поют они в Африку, никто из них обниматься с Геона не будет. Вот, и отсюда вопрос, я вспомнив книгу и вот эту картинку с ружьем, вопрос по сути такой, то есть основная проблема это вот недосформировавшаяся, что ли, психика подрастающего поколения. Можем ли мы, как специалисты-хотоведы, призвав там на помощь специалистов-педагогов, говорить о том, что мы можем внести какие-то корректировки, и их предложить в процессы школьного и дошкольного образования. Например, в уроках литературы, чтобы дети читали какие-то произведения классиков русской литературы, связанных с охотой, которая говорится о любви к природе, к охоте, к родине, то есть все это, формирование патриотизма через любовь к родине и через охоту. Там, да, произведение того же самого Адриянского, пропсового охота, это уже не так серьезный литературный труд, классика. То есть способны ли мы влиять на такие процессы? Может, что-то для этого нужно? И вообще, насколько вот такая идея? Мы, конечно, способны все это влиять, способны критиковать, способны относить предложения. Но вопрос в том, чтобы это было не стихильно, не какие-то, знаете, энтузиасты-одиночки чем-то заниматься. Я не счет, потому что я еще раз повторюсь, здесь организация, которая объединяет охотников тысячи, сотни тысяч охотников. Этим, конечно же, они и дадут заниматься, тем более это стоит очень недорого. Ну, хотя бы надо стараться не пропускать мимо себя ни один упрек вот этих темно-зеленых, которые мы находим. Если, например, идут слушания в общественной палате Республики, то хотя бы, чтобы об этом кто-то знал. Потому что туда приходят люди, и вот я был, когда в 2005-м году, в 2004-м году, на дискуссии по поводу весенних охотников, когда пришло, ну, вот здесь, 50-ка человек, такие люди похожи на живые портреты, бородатые. И, в общем, представители, представители права животных стали говорить о том, что упала культура охоты до нельзя, охотники ездят на джипах с самозарядными винтовками, расстреливают животных, и все такое. Я тут, к сожалению, видел, что, во-первых, быстрительных охотничьих организаций почти не было, а какие были, по ней, как-то, знаете, больше даже головами кивали, да, да, чтобы мы вот такие. Я спросил, говорю, а вот смотри, вы видите, на джипах ездят стреляют. Какой процент охотников ездят на джипах полгодием и стреляют налево-направо? Не знаю. Сколько у вас таких? Не знаю. По поводу весенней охоты стали говорить, что вот это надо вот ее многое запрещать, потому что упала культура охоты в целом и все такое. То есть я с удивлением вижу, что наши вот эти деятели охотничьи, они как-то даже с клубой чуть ли не в соглашательстве. Да, 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 давайте чуть-чуть увеличим. А там чуть-чуть слабинку дал, и все, вот оброснешься, охота запрещена. Как у них написано в проекте, в этом видео посмотрите, результаты слушания в общественной палате. Вместе с тем, что нам хотелось сказать, покажите данные о том, смотрите, данные о том, что, во-первых, количество животных уменьшается, а в том, что если оно уменьшается, то оно уменьшается из-за охотников, а не из-за других факторов. Наши вот сидят и головами кивают данные, вот такая жизнь, вот такая жизнь прошла, что действительно они пора ли охоту взять и огорчить из-за плетин. Он один раз повелся и все. Вот, на мой взгляд, тут такое обоюдное игнорирование есть, то есть охотники не приходят на заседание зеленых, а как противоположный пример, вот можно привести та же ситуация с кисным пожаром и ограничением охоты, то есть охоту ограничено, охотничья общественность, прежде всего, СМИ, начинают организовывать какие-то круглые столы, конференции по этому поводу, то есть пытаются вывести этот вопрос на какое-то обсуждение, охотники все-таки собираются, но уже с противоположной стороны, то есть со стороны лесоохраны, органов лесоохраны, со стороны МЧС, которые тоже как-то немножко относятся к кисным пожарам, туда опять-таки никто не является, несмотря на широкую рекламную кампанию по подготовке этих заседаний. То есть обоюдное игнорирование есть, возможно, его как-то обоюдно. Да, то есть такого драйва мы с ним, как на зеркале, пожалуйста. Ну, Григорий, я представляю общественность, организация хранится вверх вверх. Со стороны дегетарианцев очень много претензий, какого-нибудь они считают, что мясо на здоровье влияет очень плохо, и убийство животных это морально, с армяном обществе нужно переходить на химию, на всякие гермолы, и так далее. И то, что как вы считаете, охота более экологична, или производство химических синтепонов, с армяном. Кожа все равно надо любить. Углубление кожи, на том же возрасте, то, что как вы используете, еще маленькие кучи с армянами. Что экологичнее? Охота все-таки мяса, шкуры, или современная промышленность, в том числе растеневод, как бы. Вот очень часто с галлургами, в том числе у гримдисов, там вы, вы, за рубежом ребят, претензии к охоте. Как считаете? Претензии есть, но я бы хотел сказать, что влияние охоты на животных вообще-то очень локально. То есть мол, какое-то животное которое находится, скажем так, на песене своей численности, то есть осталось например 200 живых существ, да, представителя своего вида. Вот тут неправильная охота может и погубиться все. Но в целом охота очень мало влияет на животных. Буквально, я могу сказать, журнал «Природная охота» 93-й год, если не ошибаюсь, или 92-й, там были данные немецкие о зайцах например, немецких охотников. Из 100 новорожденных зайцев только одного убивает охотника. Не сказать так мягче, только есть но все остальные погибают от хищников. Кроме того, есть наоборот сведения о том, что на полях погибает животных в 6 раз больше. И об этом знают ректористы, все знают как эти зайчат и возгладания. по поводу промышленности тут точно так же может быть локальное загрязнение. Например, в ходе фотографии загрязнения одного из притоков реки притоков. Конечно же мясо животных добыто в дикой природе намного чище. Я и сами делаю эти цифры по загрязнению. То есть там идет первое, если не ошибаюсь, по чистоте это мясо рябчика, потом остальная паровая вещь идет. Самое неэкологичное это утки из уток крякла, потому что она видите сами где живет. То есть во всех очистных соображениях. Но литература защиты образа животных полна какими-то странными такими присказками и мифами, что например корову выделяют газ, сметану из кишечника. Вот из этого планета прогревается. Кто из них это придумал? Как придумал? Вообще до сих пор даже по дизору говорят, что корову едут мешки поликлиновые цеплять, потом отвязывать и куда-то проявить еще относить. Вы видели, как один вулкан немножко подымил и вся Европа была задымлена. Сколько газа выделилось вообще невестно. А вот говорят, и там экологическая безграмотность этой публики просто зашкаливает и поражает. Эти люди даже в детстве не то, что юные натурлисты журналисты читали, они вообще никогда чего читали. сбросы имеют свойство рассеивания. И порой в тех регионах, которые считались до настоящего времени максимально вообще просто девственно чистыми, находят дуст в костях пингвина. Я писал в свое время, что в костях пингвина найдены тяжелые металлы что-то еще. Вроде бы не должно быть загрязнение на этой территории. Нет никаких предприятий. А почему-то как же охотиться на каких грязных пингвина? Понимаете? Понимаете? Я вас понял. Видите, это у нас билисты, которые люди охотятся. Вот видите, это может не агайзи может здесь не агайзи. То есть сам факт наличия какого-то элемента еще нечем не говорили. Во-первых, я помню, был еще школьником, показывая людей в Чернобыльской зоне, остались на бабушке и девушке. И многие спрашивали себя. Показывали в прошлом году. Может лет там 90-х. Как они жили, так они там живут. Яблоки, картошка. Вот они живут просто, чем вы сказали. Зарухи, преподоб, ходить не будет. Будут и боль. Они, может, не ошибаюсь, лет по 85 лет. Они живут, чем вы сказали. А люди, которые занимаются фитнесом, спортом, пьют йогурты, еще чем-то городские, когда они умирают все? Залгожителей очень мало. Может быть, не проявится в последующем поколении? Наверное. Наверное, проявится. Но мы знаем, что, например, раньше женщины щеки гудили, да? 700 гукиила. Да. И не только. И не только. То есть идет именно статью по названию «Поджущественное запрещение в Курской Руси». Там было перечислено и просилюсовое крыши, просилюсовое сходы. И там было такое загрязнение, что разговор о том, что раньше были гибкие здоровья на житии, это все не более, чем разговоры подставить. по синонтропным видом спрашивают, зачем? По поворонам? Нет, быстро. В общем, как контролировать численность синонтропных видов, которые в настоящий момент просто, я считаю, превышены даже в визуальном направлении. Ворона? Кто еще у нас? Контролируется всеми другими способами, но эту публику можно обращать. Тем более, вы сами видите, как они сами контролируют численность сверхдопных видов, которые живут прямо в приютах. Веснищенко выгирали два месяца и нету. Причем, они не могут долго кричать к этому, что на зверотермах убивают газом, убивают какие-то я не знаю, и не услышали, что на зверах куча газом кого-то убивают. То есть, какой-то труб, что-ли, забывают, не знаю. Но при этом, если не ошибаюсь, пена в орбитал, а то это вообще какое-то, это какое-то такое вещество, которое даже еще хуже детерина, если там животное долгое сознание необходимо. То есть, надо просто реализовать о том, что мы живем в природе, и они будут защитить неправоживозность, какую-то странную вещь, вы можете наблюдать, если вы это делали, не организуюсь. Они, как правило, живут в крупных городах. То есть, на вершине пирамиды запрепли. Эти люди глупы часто, что они не понимают, для того, чтобы сделать стол, компьютер, какой-нибудь стадион инвентарьанцев построить. Нужно какую-то часть природы переработать. На них стало доходить на то, что йогурты, когда пользуются в магазине, это добавка сделанная, в смысле, это желатин. Распал на них доходить, они будут есть. У них из больших дорогие люди. Они вот так и будут, около 10 этажей, как негурелые дети, которые могут приходить ругаться, а вечером все равно на кухне-то есть. И они никогда не будут делать, скажем, давайте, у вас 200 человек, поезжайте в природу, покажите вам, создайте свое общество, создайте промышленность, загадочную, побуждено, как вам дожить. Они так и будут вас позитировать, при этом скандале. Я бы сказал так, что мы уже ушли от темы дискуссии, так сказать, начинаем уже с антропные виды и так далее, собственно, от той проблемы, которая существует, наверняка, в мире, так сказать, мы отошли. Но должен сказать следующее, во-первых, наверное, не надо настолько драматизировать эту ситуацию, даже посмотрите на тот пример, который вы перевели, что написал этот мальчик или девочка, проблему написал, браконьерство. Вот вы знаете, хорошо бы в вашем докладе, например, было бы отобразить вот именно, так сказать, те проблемы, которые реально существуют. Он же не написал охота, он написал браконьерство. Ну, девочка, но она знает, например, то есть не надо думать, что они все такие тупые, так сказать, они тоже видят и понимают, что есть проблема браконьерства. Так вот, если брать, например, эту же идиотскую организацию ПЕТА и так далее, которая, это не настолько многочисленная она, скажем, вот Тайфа или ВВФ, гораздо более, так сказать, все радикальные организации, они не такие большие. Но я хочу сказать, что, например, в той же Америке, где эта организация создана, огромное количество, десятки, в сотни, в тысячи раз людей присоединяются к организации охотников, масса каналов, про магазины охотничьего снаряжения, я уж там не говорю, как делос и так далее, то есть там, где люди действительно занимаются охотой, где понимают, что такое охота, туда ходят и женщины, и дети, и мужчины, я много раз был в этих магазинах. Посмотрите, какая торговля, это же миллиардные, это, кстати, обороты идут. Мне кажется, бояться этого не надо, люди всегда были, есть и будут со своими убеждениями. Ну, как вот, например, убедить там, какого-то там, националиста, что плохо, так сказать, там, других людей, там, убивать, или считать их ниже себя. То же самое эти, ну, нашли себе какую-то кормушку, которую, так сказать, они используют, та же Вита или Пета, и они заботятся об этом. Проблема в другом. Проблема в том, проблема в том, как на самом деле охранять природу, как сохранять. Есть масса вопросов, которые реально существуют. Например, это использование животных в научных целях. Да, вот, не так давно, я, значит, был модератором в Москве, так сказать, у нас был круглый стол, русское геометрическое общество устраивало, по поводу, как раз, вот, проблем использования, так сказать, животных в научных исследованиях. И мы на самом деле видим, что отлов тигров, леопардов, редких видов животных порой приносит им вред. Белых медведей, это различные петли, которые травмируют животного. Вроде цель благая, да, поймать животное, изучить его, в то же время мы приносим им вред. Вот о чем нужно думать и говорить. То же самое охота, ведь есть реальная охота, когда люди заботятся, вносят, так сказать, сюда какие-то, получают положительные эмоции. А есть браконьеры, которые просто, грубо говоря, так сказать, убивают животных в огромное количество, совершенно не заботясь ни о чем. Эти вещи надо обязательно подразделять и говорить об этом, что есть, так сказать, положительные стороны во всем, есть отрицательные. Отлов животных, например, для содержания их в океанариумах или содержания в зоопарках. Хорошо в зоопарке или плохо? Ну, в 19 веке, наверное, хорошо. В 21 веке, наверное, уже не очень, потому что сейчас возможность увидеть животного, если мы хотим показать ему ребенку, вон, возьмите экран, покажите ему прекрасный видеофильм, который снят профессионалами, и увидите то, что никогда не увидите в зоопарке. А тем более, когда эти зоопарки еще плохого качества и передвижные, и все остальное. То же самое говорить о цирках и так далее. Вопрос очень сложный, он на самом деле нами не проработан. Но я хочу сказать вот что, что так или иначе происходит изменение сознания людей. Понимаете, мы уже не живем, так сказать, в тех условиях, когда охота, когда добыча мяса, и все это было крайней необходимостью. Когда устраивались, например, там, ну, прекрасные охоты с гончими, с горзыми, ну, не вернуться к этому уже, мы понимаем это, да, что такого уже быть не может. Это было просто развлечением или жизненной необходимостью человека. Все, мы уже от этого ушли. Сейчас содержание животных, кроме того, ну, тоже, опять же, надо разведение животных в неволе для получения меха или для получения молока, мяса, это тоже, это совсем другая сфера, это не сфера охоты уже. То есть, охота становится какой-то, ну, областью, так сказать, культуры человеческой, традиций, и так далее, которые, ну, нужно поддерживать, и нужно об этом говорить, что давайте будем, что люди испытывают себя, люди испытывают какие-то эмоции, трудности, они там преодолевают, учатся. Я вот смотрел массу фильмов, например, тех же американских, да, где с детства приучают детишек охоте и показывают, насколько это важно, интересно, немного дней там тропят, уходят. То есть, это можно, вполне реально такую хорошую пропаганду проводить. Само по себе убийство является, ну, так сказать, каким-то преодолением убийства животного, это соперничество с ним, навыки какие-то у человека должны быть, просто так не убьешь. Поэтому, меняется ситуация, меняется мир, все эти, такие вот эти все там веганы и так далее, это, ну, есть направление, вы же не убедите, есть баранину, да, он будет, как бы, есть там бобы свои, так, ну, пусть ест, мы его, ничего с ним не сделаем, поэтому на них надо, так сказать, особо внимания не обращать, заботиться о другом, чтобы, действительно, говорить о том, насколько охотно, благородно, и как мы против браконьерства, против глупого убийства животных. сейчас, ну, меняется сознание, в скором времени, может быть, еще какая-то, так сказать, к нам друг другу, естественно, не будем мы охотиться, но я совершенно против там, содержания, например, крупных животных неволи, которые должны жить на свободе. Я, например, готов, так сказать, вот сейчас занимаюсь там, касатками и так далее, вижу, что творится, и вот эти люди, как раз, вот это и все, вот они тоже выступают, здесь мы солидарны с ними, то есть, надо находить какие-то точки соприкосновения, говорить о том, что, ребята, не все так плохо, но есть вещи, с которыми мы с вами можем сотрудничать, давайте вместе, так сказать, прекратим то, что делается в коммерческих целях, когда люди там, делают на этих животных бешеные деньги, так сказать, и в то же время заставляют их страдать, и они убивают там, тех же тренеров, например, касатки, четыре случаев убийства, то есть нельзя, есть вещи, которые делать нельзя, вот надо об этом говорить, а охота должна была, должна быть и остаться, если она не нужна будет человечеству, она сама уйдет, и мы не нужны будем, но в данный момент, если есть люди, которым это нравится, это точно так же, как быть вегетарианцем, еще так же быть охотником, абсолютно равные права у этих людей, вот я это хотел, так сказать, донести, светочку зрения. Никакой трагедии, в настоящее время, в России нет, но я все статьи, все выступления, заканчиваю словами, что неверно драматизировать, но неверно и пренебрегать всем этим, потому что у нас же, видите, законодательство идет, все еще развивается и развивается, одним махом закроют весеннюю охоту, и все. Вот если предложение общественной палаты Российской Федерации закрыть охоту в целом кластере регионов, допустим, 5 регионов, причем эти регионы, размером с 2-3 Кировской области, вот раз, просто охота будет закрыта, они брочат компера. Если вы чувствуете эти опасности, так вот надо заниматься, так сказать, на уровне уже каких-то крупных организаций, у нас есть там различные, которые занимаются охотой, пропагандировать это, снимать фильмы, показывать, сколько это хорошо, то есть тоже делать, что и они. Я к этому в принципе призываю, не надо какую-то трагедию из этого делать, конечно, но хотя бы на слушание общественной палаты надо приходить, чтобы представить нашим охотникам. А если приходить, то не сидеть вот так, знаете, да-да-да, жизнь такая тяжелая штука, что вот охотников, охотников надо бы как-то в чем-то и ограничить, получается не в чем-то, просто раз взять, взять и ограничить со всем. То есть если есть, скажем так, у них программный документ, скажем, может быть, у них, по крайней мере, в головах, закрыть охоту со всем. Вот сначала, давайте сейчас весеннюю охоту ограничим, прикроем, сделаем там выходные дни во время весенней охоты, чтобы она была с перерывчиками, значит, потом, а еще мы ограничим время проведения охоты, по часам, чтобы это было, согласятся, да-да-да, а потом, потихоньку не совсем, это при том, что у нас исчезает сельское население, которое на самом деле для животных намного опаснее любых вот этих новоришей на джихуах с какими-то самозарядками, которые налево-направо стреляют. Все знаем, что самый опасный браконьер это деревенский житель, у которого нелегальная достволка и моток троса для петель. Вот это, действительно, человек может считать опасным. А вот такая публика, которая нежит, стреляет налево-направо, тратит туда по 100 тысяч рублей за одну застрелянную лосиху, никакой опасности не будет стреляет, но ссылается именно на то, что вот есть такие, охотники такие все, давайте эту охоту запретим, прикроем, ограничим, и все такое. Ну, с этого надо и начинать, и показывать, что, так сказать, вот анализ браконьерства, какой, так сказать, вот серьезный анализ нужно делать, и говорить о том, что как раз организованная охота, охотничье общество, они препятствуют этому. Вот, мне кажется, это один из таких вариантов, которые надо сквовсеместно показывать. Я вот хочу о пропаганде. Делаю вот, действительно, как совершенно правильно отметил закладчик, охотничьи организации, они бездействуют. Но есть аспект немножко шире. Мне пришлось в Нижнем Новгороде, в ресторане, с коллегой юристкой, вегетарианкой за одним столом. То есть, я заказал бюштекс, как обычно, она мне решила прочитать мораль, как это плохо. Я говорю, я ем потому, что есть принципа, я защитник прав растения. Она говорит, как? Я говорю, вот эта корова, она ела растения, а растения ведь не имеют права на жизнь, они безответные, они живут от ужаса, когда только думаешь сорвать кистики. Есть специальное научное исследование, что ты подходишь к салату и стрижаешь листья, все соседи пугаются, у них прекращается рост, стресс. Как? Они разве живые? Я говорю, да. Большинство неграмотные, они не думают, что растения живые. Что вы рекомендуете, например, молодым охотоведам, когда они встречаются с таким, с дикой пропагандистской охотой, какие атакой, какие аргументы, контраргументы, приемлемые, привести молодому, неопытному в ораторском искусстве охотоведу. На что опираться? На какие источники? Я советую всегда сначала выслушать. Будет еще вопрос. Как считаете, продовольственную безопасность за счет санкций? Но сейчас же санкции многое не будет возить. Можно с помощью охоты подписка довольно-таки фактически хотя бы процентов. Опять же, здесь отвечу. То есть, я уже надеюсь, такую методичку можно написать, а на 2-м 10 ответов, за счетом на право живого. Во-первых, надо чувство понимать, что это лицеблой чек, который просчитал трудов научно-станкций, может быть, пять как бы еще предвидений, в большем случае. То есть, что коровы едят не там, и все так же. То есть, а как Вы предлагаете, то есть, как Вы предлагаете, то есть, устройство мира вообще, то есть, природа, устройство какой-то промышленности. И вот тут из них и пойдет то, что есть у него, дичайшая глупость. то есть, задаешь вопрос, а вот собак любишь, да, есть собака, да, чем корнись? А вот мы собираемся собак перевезти на вегетерианское пищание. Потому что, есть ли такое питание, и все так же. Там уже, уже наши подходы будет ответить, особо не очень. То есть, а Вы делаете вот эту техническую экспедицию от Ваших утверждений? То есть, Вы как-то нарабатываете, допустим, с той человеком, как они будут кормиться, как они будут питаться, чем они будут лечиться. И там выясняется, что грейд, в общем, уже и меньше. Ну, уважаемые коллеги, меня вспоминается при Барсайна, из маленьких рассказов. Конструктор взял робота, но по ошибке заложил у него материнский рефлекс. Назвали его Робот Альберт. И Робот Альберт начал реализовать свой материнский рефлекс. Нужны воины, делаем воины, нужны там коменданты, делаем коменданты, но их стало много. А вопрос, а кто мы такие? юристов сделаем сделаем юристов. Юристы сделали и стали отставить права этих роботов. Ну и я прочитал с удивлением интересом эту тему доклада права живозных и думал, о каких правах идет речь? О каких правах? Ну и тем более в современном мире. Ну что я услышал и увидел это какие-то это право животных в сфере охоты. Там есть свои правовые аспекты и какие-то, какие-то. И сегодня звучало уже не раз, что с Сашей мы беседовали и с Квыргем. Есть социокультурные аспекты охоты, они совершенно не развиты в вашей сфере, кажется. И там какой-то, какой-то спектр этого направления. Тема давняя, Юрий Иванович, Елена Саркина, тем Матвичук занимается, вот ребята занимаются. И я думаю, что нужны вот эти аспекты, социокультурные аспекты охоты и отстаивать, и поднимать, и не оправдываться. Вы что, Сарик, пользуясь того, что вы должны оправдываться перед кем-то. Пора речики так расправить, наверное, и сказать, напомнить, что охота была, есть и будет. Одной из основ жизни. в каком-то, в каких-то из аспекциях. Но теперь у меня еще один вопрос. У животных, конечно, много прав. Есть права. Есть одно право у животных, которое никто у них не может отобрать. отобрать. Есть такое право, да? Никто никогда не способен у животных отобрать. Право на жизнь? Можно. Право на жизнь. Вообще не право субъектно, по сути, за исключением решения из каталонского парламента. А? На смерть? Нет. у животных у животных есть право познавать окружающий мир и познавать себя. у людей это часть четвертая статьи 29-й Конституции Российской Федерации искать и получать информацию. Вот профессор Нашей капитал еще одну книгу, изумительную книгу, о том, как животные познают мир. Это книга философская, но это одна из, пожалуй, в нашей отечественной литературе последнего и это одна из из-за рубежных студентов. А у нас это... Так что я очень рекомендую студентам, прежде всего, с тем, что когда разбили горизонты, обратиться к идее этой книги, к идее литература и не пожалеете. Вот так. Спасибо докладчику, докладчику. То, что я понял, я уношу с собой. То, что я не понял... Это книжка в библиотеке и это проблемы. Можно подключить это? Да. Все-таки животное как таковое не защищается, то, что мы должны отставить свои права и так далее. Вопрос. Все-таки конструктивное решение данной проблемы. то есть, как сейчас было хорошо сказано о том, что необходимо как говорить о том, что действительно какие проблемы несет незаконная охота и так далее. Что с этим связано? И то, что нам необходимо как-то позиционировать охоту как благородное занятие, которое, в принципе, нормально. Оно должно быть, оно должно развиваться. Вот что мы должны предпринять в таком случае? как вот, допустим, развивать свои какие-то общественные движения или что? Потому что вот вы сейчас, я как понял из ответов, скидываете все вот на эти общественные организации, общества, охотников там и так далее, которые, в принципе, как мы все прекрасно знаем, они этим заниматься не будут. Этот как уровень. Что делать? Вот извечный русский вопрос. Что делать? У меня то, что делать непонятно. Нет, как бы решение-то есть. Просто я вот хочу узнать ваше мнение. Пойдем. Тут, как справедливо сейчас сказали, мы все время оправдываемся. Я думаю, что надо не столько оправдываться, сколько уже иметь какие-то знания об этих организациях, об этих активистах. Я думаю, что лучшая форма была бы выяснение споров, выяснение какой-то истинной вот в таких дискуссиях. То есть, участвовать, организовать круглые столы между общественностью, вот между вот, чтобы пришли несколько человек, таких активистов и нескольких человек, вот, хатоведов, заинтересованных во всем этом. Вот смотрите, вот и доллар рассыл на 40 приглашений, да? И рассылал вот как раз таки по родным экологическим организациям, которые у нас здесь присутствуют. Вот пришло только двое. И то, это я и вот как раз таки Григорий, который сидит сзади вам вопросом. И я вас видел, если не ошибаюсь, и на других общественных, городских мероприятиях. Поэтому я вот почему вам говорю, что, хотел бы дополнить, что необходимо развивать именно общественное движение на самом деле. Систему маркетинга более четко позиционировать. То есть, каким образом рекламу устраивать и так далее. Это неотъемлемая часть, которую мы просто-напросто забыли и не пытаемся, и плюемся даже в их сторону, как то, что, а зачем это нам? Подвините, противоположная сторона тоже, к сожалению, больше плюется. Вообще, я из разговора, из общения с ними понял, что они все глубоко индивидуалисты, и у них такая вот, знаете, максималистские такие позиции. То есть, они с одной стороны лезут к нам в тарелку, лезут к нам, значит, в кишечник, куда угодно. Учат нас жить и все такое. Но при этом они, как только я начинаю задавать вопросы какие-то наводящие, они начинают говорить, нет, 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 это все наше дело, зачем вы к нам лезете. И у них большая психология, знаете, кого, религиозных, таких фанатиков, сектантов, то есть, тоталитарных, религиозных организаций. То есть, у них есть четкое соубеждение, и, как говорил Кураев, спорит с сектантами, потому что спорит с магнитофоном. Ты ему на паузу нажимаешь, говоришь свое слово, включаешь, он говорит, магнитофон с того же места, на котором остановился. То есть, спорит там особо, честно говоря, несколько. Просто, по большому счету. Надо понимать мере, чтобы эта публика не очень нам мешала, не очень нас под ногами путала. Мне кажется, лучший способ убеждения, на самом деле. Лучший способ, конечно, убеждения, и лучший способ, чтобы человек мог свою позицию рассказать, выговориться, рассказать. За последнее время, как на мероприятии было экологическим, мне подошла девушка из Эко Москвы. Она, вегетарианка была, вроде как все, я ей рассказал об охоте. Понимаете, мне пришлось после этого дать интервью на Эко Москвы о том, что почему охота полезных занятий. Вот кто-нибудь это делал? Вопрос. Нет, это реально слушают автомобилисты. Я же говоря, Эко Москвы самая компания. Да. То есть, понимаете, нет движения. Нет движения. Нет движения. Можно долго говорить об этом, что оно нет движения. Я думаю, все-таки, маркетинговые вот эти хитрологи, они связаны с тем, что эти компании, я их назову компаниями, они организациями, связаны с тем, что они все-таки получают доход. Многие из них связаны напрямую с производителями корма для животных. Ну, я, конечно, сейчас ухожу от темы совсем, то есть, зеленых, а больше перехожу к теме тех же организаций, допустим, которые сохраняют жизнь собакам, якобы, по-другому цепляют, но, сохраняя им жизнь, она требует затрат на их содержание, то есть корм. Ну, вот такой вот пример. Допустим, в городе Москве государственный бетонник, из которого из бюджета Москвы выделяется ежегодно 900 миллионов рублей на содержание 20 тысяч собак. То есть, все-таки выделяется, да? выделяется. Ну, и это вот маркетинговый ход, то есть, та же программа тоже по собакам поимки, стерилизации, вакцинации, обратного выпуска в среду. Она тоже требует денег, эти деньги выделяются, но никак не контролируются. Да, на собаку вешают красный ошейник, о том, что она стерилизована и вакцинизирована. Но проверить это нереально, просто на улице. Это вот слово о маркетинге. Вот эти все их, так скажем, вылазки, набеги, выступления, демонстрации, они чисто как реклама. Продаются книги этих авторов того же британского Сингера. Он же неплохо зарабатывает на книгах на своих. то есть это вот этот весь есть маркетинг. Мы любая решительная деятельность, реализационная связана с тем, что кто-то попробует хорошо нагреваться. То есть есть активисты бессерпники, которые бегают, отвечаются, а эти кто потом зарабатывает эти деньги? Но они таким образом стоит отметить, что кусок хлеба как раз таки новогодней, забываем. Это же все деньги из бюджета в основном идут. В общем, это бюджет Москвы. Да чёрт с ним с бюджетом Москвы. Это бюджет Российской Федерации. У нас же тоже не тяжелее. Тебе тоже такое организовывание целого неокромные залежания. Да не, не огромные. Небольшие. В основном частные пожертвы не существуют. Да, там не было никакие бюджета. у нас не было выхода. У нас не было выхода, но не было товара. Такая же деятельность, как и любая другая. Кто-то согласен без следствий, без следствий, без следствий. Кто-то хочет очистить. Мы очень здоровы. Мы можем принять процесс. Дальше готов вполне продолжать беседу, и нас ничто не ограничивает. Тогда предлагаю продолжить поговорить. Если нет, то это можно перевести куда-то в другую обстановку. Ну, на всякий случай тоже выскажусь, раз уж здесь оказался за кафедрой. То есть из заданных вопросов и ответов становится понятно, но это и так ясно, то что, если кратко говорить, от позиционирования охоты в современном мире зависит вот эта вот линия обороны. которую держит охотничье общество, так само охота против всяких нападок. То есть, тут можно говорить о чем? Позиционирование должно быть широкое. Например, есть списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ряд стран туда включил, допустим, ту же самую соколиную охоту. У нас также включаются туда языки различных племен и так далее. Можно сказать, что у нас есть русский охотничий язык, который и лингвокультурологи профессиональные выделяют как отдельный подъязык с его характеристиками. Ему дано определение. Это действительно богатый, красивый язык, отражающий культурные связи русского народа. Он является подъязыком, который хранит в себе небольшое количество отголосков еще про славянских языков. В охотничьей среде термины очень хорошо сохраняются и передаются. У нас есть комплектная псовая охота, охота с подсадной охотой. Очевидно, можно найти еще ряд таких типичных характерных охот с богатым культурным сопровождением традиционным, который также можно рассматривать вполне для включения в этот список материального культурного наследия ЮНЕСКО, тем самым повысив их статус. Об этом тоже можно сказать. Как говорил Александр Михайлович, и многие, в том числе докладчики, конечно, разрозненность этих зеленых движений, ну где-то разрозненность, где-то они наоборот объединяются, некомпетентность во многих там биологических, экологических вопросах. Да, отчасти можно их в связи с этим воспринимать несерьезно, но опасности, на мой взгляд, какие? Во-первых, продвижение таких людей в органы управления природой ресурсной сферы, и это одна из их задач, которые, очевидно, они как-то осуществляют. Второе, они действительно влияют, первое, на подрастающее поколение, которое наиболее уязвимо, а если человеку это в юном возрасте каким-то образом попадет в голову, он это может принять за чистую монету, не задумываясь не анализируя, тем более, если он не имеет отношения действительно к биологии профессионального, и не имеет багажа знаний, чтобы это расставить. И плюс это влияет отчасти на людей, которые занимают ее руководящие посты в наших отраслях. То есть, часто бывают такие высказывания, если вспомнить, например, министр природных ресурсов, когда был, Трутнев, когда он только начал карьеру на этом посту, давал интервью, по-моему, журнал «Основной инстинкт», сейчас не вспомню, какой номер, одно из первых интервью его было, он говорил, что да, охота, это все хорошо, но мы будем смотреть, будем думать, всех выслушаем, и речь в современном состоянии. Ну, не дословная цитата, но, примерно, смысл, как он сказал, идет о соблюдении традиций, обережном отношении, и так далее, но ни в коем случае, кроме коренных малочисленных народов, мы сейчас не должны рассматривать охоту как средство пропитания и пополнение своего стола, потому что для большинства охотников, подавляющего большинства, он заявил, охота не является каким-либо средством пропитания или подспорьем к столу. Вот откуда он взял эту информацию? Вот. То есть это, вряд ли она основана на каких-то там научных данных. Если даже по Кировской области посмотреть, ну, вот среди, там, моих знакомых охотников, ну, наверное, уж во всяком случае, более 50 процентов охоты у них это ощутимое подспорье. Вот. Конечно, их можно там разбить и на охотников, и на браконьеров, на легких нарушителей, там, каких-то заядлых. Вот. Но, не ошибусь, если, наверное, процентов 80 ощущает, что охота это подспорье, не говоря уже о том, что не только студенты, там, профильных вузов, в том числе охотоведы, другие биологи, занимаются тем же самым пушным промыслом, который дает какой-то заработок. Но я знаю и людей других специальностей, там, и студентов, которые выбрали для себя это формой какого-то подспорья. Вот. То есть, зачастую руководители с высоких постов заявляют какие-то тезисы, ничем не подтвержденные. Они разносятся в массах и прочее. Вот. То есть, вот, хотел сделать такое отступление. Ну, и еще маленькое то, что, вот, зоопарки уйдут в прошлое и прочее. И сейчас, конечно, ребенку можно показать на мониторе экране телевизора всех животных. Но психологи точно бы подтвердили, что нельзя сравнивать общение с живым животным, пусть даже на клетке, с изображением картинки на экране. То есть, образ, создающийся в голове, он не дополняется больше ничем. Ребенку, чтобы что-то сложилось у него в лея, нужно пощупать руками, посмотреть приближение. Даже чтобы понять, что такое лес, ребенка нужно вывести в этот лес, чтобы он там пощупал почву, подергал травку, побегал по лесу, а не посмотрел картинку, даже картину Шишкина с тремя медведями или телевизор, чтобы понять, что такое лес. То есть, нужно вот соприкосновение. Но мне пока все. Журналистов с хорошо подверженным языком больше ждут в этих организациях природоохранных, чем в этих специалистов. То есть, тут ситуация такая, что в нашем обществе вот эта пропаганда, какая-то оголтелая, пользуется любыми способами, без всякой, то есть, делать какие-то выводы, без всякой логики, просто, знаете, такая бьющая на чувства, а защитники право животных так и пишут, что не стесняйтесь исполнить какие-то чувственные моменты, потому что мысль входит в голову человека через врата чувств. Вот буквально так. и поэтому сама идеология, которую всегда и никогда не называют идеологией, всегда горят только философией. То есть, это какая-то мудрость, по-ислам. То есть, вот она всегда будет проблемой для охотников, для тех, кто использует какую-то часть природы в своих целях, в том числе, и животноводы, и сельские работники. Поэтому я еще раз повторю, что влияние не нужно преувеличивать, но не стоит и преуменьшать. Просто надо следить за ними, как за какими-то булками. Руку всегда держать на пульсе. Конечно, в одном пунктодокладе выступления осветить такую огромную проблему невозможно, потому что даже, например, если разбирать утверждения Сингера и Ригана, Райдера, Беста, это надо, наверное, несколько лекций прочитать. Тем более, я не профессиональный философ, я глубоко в эти дела лезть не могу. И, кстати говоря, при этом, я уверен, что, если даже не охотники философов возьмутся разбирать именно с точки зрения философии все эти утверждения, то окажется, что они на очень низком уровне сделались. Есть какие-то высказывания, которые западают в душу, но каких-то долгих, четких логических расчетов, каких-то убеждений я ни у кого из идеологов не встречал. Есть еще вопросы? с этим, если нужно. Если нужно. Продолжение и все, то есть по пунктам, если можно, что делать? Что делать? Ну, вот как бы были заданы вопросы, именно позиционирующие. первое, раз у нас нет организаций, которые то хотя бы тогда общественникам, как раньше говорили, энтузиастам, нужно держать этот вопрос под наблюдением. второе, нужно стремиться делать, устраивать какие-то дискуссионные стены, потому что мой опыт показывает, этим уже не то, чтобы занимаюсь пристинно, но слежу за всем этим в больших десяти лет. Лучшая вещь, это когда затаёмные какие-то споры, какие-то обиды, какие-то недоговорки и переходят на открытую беседу. Тогда многие вещи снижаются. И выясняю то, что очень многие те, кто говорят, что я против охоты, не против охоты, а против каких-то таких нарушений в охоте. И с ними все можно находить общий язык. У меня есть предложение, вы сказали, что там нужны фунтуры, открытую дискуссию. Поскольку я этим занимаюсь, и всех зоозащитников от Кирова знаю, я могу вас столкнуть с ними. Они попробуют вас слушать, но берём пару фотоэдов более некомпетентных. И там будет реальная дискуссия, стычка, которая может быть традиционно, может быть нет. Как вы для тебя идеи? Нет нет возражений. Смотрите, я много писал, понимаете, сообщения я же не писал много на форумы. Это бесполезно. Да, я понимаю, кончалось тем, что они сначала начинали убеждать словами, лозунгами, что если бы не мясо, то природа была бы живее, живее всех живых. А кончалось тем, что просто меня забанивали и всё. Причём это делали молча, говорили ой-ой-ой, что у нас тут техническая неполадка, смотрят, всё забанили, и всё забавно. А понимаете, смотрите, у нас Google 100 будет под прицелом камеры, да? Это невозможно задать, потому что там любой аргумент будет... Они согласны сами на такое общение или нет? А? Они согласны на такое общение? Потому что, потому что, партнеры с ними. Потому что, я имею в виду, в Москве много таких защитников, они могли бы сами активизировать и говорить, приходите к нам на какое-то совещание, там, приходите к оппозиции, например, Росноходоглсоюза, или гепатаменты, мы с вами поговорим. Нет, одних нету, никаких... Нет, есть нормальные, просто я смотрю, вот вы, относительно открытых общества охотников, они более закрыты, они сами по себе, и чтобы с ними какие-то контакты и подобные публичные мероприятия обменивать, гораздо сложнее. По своему опыту, скажу, там, приедем, и так далее. Вот, раз вы открылись, моя задача, что они стоят в крыле. Ну да, у нас вообще люди здесь не очень открыты сами по себе. Есть такая у нас северная особенность северных людей. Все скандинавты? Да, да. Финногогорская группа, все такое, любим сидеть по дому, кругом севера холодно, но я повторю, что я не видел никаких предложений. Они сразу поговорили, но в новости, что они все очень сильные индивидуалисты, зашелены на своем, и они тебе просто рано или поздно объявляют тем, что а у вас значит отсутствует, а у вас атрофирована та половина мозга, которая отвечает за чувства. Вы, Агафонов такой, из-за , если не ошибаюсь, что вы расист, вы такими знаниями обладаете, но вы расист на видовом уровне. Знаете, вот такие, и все, исчезаешь, потом они потихоньку стирают из формы все твои сообщения, не только мои, то есть с ними пытались общаться еще в Москве более, видимо, разговорчивы, они же, московские защитники, в том числе, штурмовики, ночные освободители, разбиватели витрин, такие вот, сожгли, например, баннер, цирка, кто это сделал, а кто его знает, а на самом деле, может быть, и они, они сейчас себя не особо афишируют, то есть слово альф, как раньше, они не пишут. На юго-западе у нас донарную обмазали краской, написали там мясо это убийство, я подхожу, спрашиваю, кто, говорим, здесь не сделал, а это, гринписовцы, вот так, вот, вот такая, да, потом, мясной магазин, на театральной площади, там еще такая пластмассовая корова стоит, облили красной краской, и все такое, и оступили здесь, я видел таких маленьких наклеечек, с надписью мясо это убийство, многие даже не понимают о чем это, но я считаю, что какое-то есть вредное мясо, что за мясо это убийство. Так вот, немножко я отвлекся, в общем, студенты биофака, и преподаватели, в том числе не только из Москвы, из Киева, если не ошибаюсь, там женщина была, они пытались с ними спорить, да, потому что они стали выпускать животных, а это же, ну, кто будет охранять мышиный петок, и кому он нужен, а они пришли за один раз, выпустили пять тысяч мышей, все, белых мышей, да, они пытались с ними спорить, и те сначала, значит, откликнулись бодро, а потом поняли, что, знаете, я бы, я бы бился с вами интеллектом, но вижу, что вы безоружны, да, вот, и они по тихоньку раз, все были забанены, все были, все были до единого забанены, и все, то есть, я вышел, где-то у меня была такая листовка, 10 признаков тоталитарной организации, которую, эту листовку раздавали в Германии, в школьнице, если не ошибаюсь, а вот я вписал туда, защитники прав животных, да, 10 там, 10 признаков, и выяснилось, что они идеально подходят, и поэтому, если вы себе спорюте, то тут похоже на какое-то такое, религиозное переживание, на религиозный экстремизм, на религиозное самопожертвование, то есть, вот согласен, был такой, я не знаю, как его звать на самом деле, он называл Семеном Симоновым, Семен Симоновым, вот он приходил, вот упорно, с такими же своими соратниками, в меховые магазины, в Питере, раздавал арестовки, что он там где-то написал, что я вот вижу женщину в метро, я там жвачку достаю, прикрепляю к ней на шубу, пусть она, вот мужчина, да, а вот он, вот он раз пришел, и город пришел, а третий раз он вышел оттуда, к сожалению, с переломом носа, там охранники были в магазине, сейчас я его показываю, он из Сочи, сейчас он показывает перед Олимпиадой, он там что-то, значит, он борется за права, он как-то отошел немножко от животных, борется за права гастарбайтеров, там же их много было, в Сочи, гастарбайтеров, а также, а также гей был, ну как-то так вообще. Есть такие люди, которые, знаете, раньше занимался гербалайтом, а потом стал батарейные билеты продавать, это вот такая публика, их не много, но они есть, вот такая, в общей картине мира, в общей, скажем так, мозаике огромной, такой кристаллик блестящий есть, поэтому на него смотреть надо, как кристаллик, где-то в углу есть, блестит. Ну, если хотите, я могу и таких пригласить, у нас все есть представители, и, это, как-то, ИС. Что это предлагает? Давайте, как вы говорите, всех неадекватных, и вот, радикальных. Давайте, другую игру проведем, да? Да, да. В общем, да, да. ИС. 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 ИС.